Почему сахарный диабет, они от сахарного диабета умирают, почему инсультники умирают от инсульта, от кого астма, от поспаления легких умирает, у нас астматиков огромное количество, почему фразитирующие элементы, они начинают моментально размножаться и разрушать эту систему, и все, вот как он работает. Да это исследование показали, патологоанатомы 973, кажется, больных вскрыли и показали, что коронавирус поражает все органы. Не только легкие, и говорят, и нервная система, и головной мозг, и печень, и почки. Все жизненные важные органы поражены, все, именно почки, легкие, сердце, мозги и кровеносная вся система, и еще сосуды. Вот этот клапан почему не работает в сердце, клапан почему не закрывается, пропускает, начинает клапан, потому что там на стенках образуются вот эти паразиты. Они оседают, микроорганизмы накапывают и целую колонию сдают, тогда клапан не до конца закрывается, порог сердца, нейтральный порог, почему нейтральный, вот этот нейтральный клапан. В сосудах то же самое, они образуют колонии, это не холестерин, спусковым крючком для этих колоний, это хлор, бром и фтор, который, хлор называется апатит, и фтор апатиты, и бром, они кристаллизуются в организме, и они не выводятся организму, они находят места, особенно в молочных железах, и в яичниках у женщин, и у мужчин по стаде, и на сосудистой системе. Именно поэтому, наверное, итальянские врачи говорят, что дезинфекция хлоркой, она неэффективна, и типа, ну, не нужно использовать вот этот хлоргексидин, хлор для дезинфекции, да, наверное, с этим тоже связано. Представь, хлор разрушил вот эту систему, клетки твои разрушили, ну, представь, вот ты порезала ранку, почему она вроде ранка нам должна зажить? Да потому что сразу на эту ранку образуются паразиты, ты разрушил эту, и сразу паразитируют эти вещи. Почему все это загнивать начинает? Потому что паразиты уже на вашем теле есть. Дали повод ей, пусковой причуд, и она начинает там строить себя, халявная жратва появилась, и они сразу нагнетаются в этом месте и начинают образовать колонию. Также раковые клетки образуются, они сначала не образуются. Первой базой для наседания хлор, фтор и бром являются. Это вся система очень черотка, ты знаешь, она продумана. Сначала йод убирает, потом они заводят хлор, бром, фтор, зубную пасту, а если бы йод у тебя находился, а он хилатирует, он как клещня, он сразу раз забрал, и он в шутки держится в организм, забирает этот хлор, хилатирование называется, хилатирование тяжелых металлов и в то же время хлора, фтор и бром. Он весь риток сделает организм, а американцы называют, и издам не вообще называют, йод – это ангел-хранитель. Настолько вот за 19 лет я углубился в эту тему. Гайя Абрахам, вот проект йода тоже, который в Америке ведет, он говорит, это называется самый лучший биологический терроризм против человечества, йод убрать, вот эту дозировку занять. Дезинфекция хлором или какими-то веществами? Да, и ты знаешь, они же еще растения поливают, потому что всю иммунную систему надо сначала разрушить, чтобы наседать, иммунная система начинает разрушаться. А что такое хлор? Он попадает, опять же, он дезинфицирует все полизнотворные бактерии и противотворные бактерии и паразитов, которые в нашей кишечнике. Как антибиотик, он выжигает все колонии полизнотворных бактерий и вирусов, у нас находятся в кишечнике, он все поражает, а отсюда все это начинается. Мы просто внутри начинаем загнивать, и все. Мы даем повод для врагов, в смысле размножиться, министерство обороны, внутри которого войска подавлены внутренние.